И она, а-а-а, эндкилда диффузит бомбу, а кто-нибудь-то ему помешает? Нет, никто не помешает, все. Хорошо, на развороте еще уничтожает дефа. Найс. Эндкилда берет все команды, получается, столетный раунд. Там Кензор, на самом деле, прожав соперников, немного погорячился. Кончились патроны. Во-первых, сжать, наверное, не стоило так агрессивно. Во-вторых, когда кончились патроны, сажать на нож. Ну, ладно. Здесь, видимо, Кензор играет с калашом и армором. Посмотрим. Может быть, в этом раунде ему удастся компенсировать недостаток, как в прошлом. Да, эндкилда жестко получил на центре. Лещей под флешкой тиммейта в рэф. А здесь никого нет. Максим Забелым найдет соперника. На старте тоже есть. Опять получил. И в итоге уже решает. Не, я отсюда отойду, парни. Смейте меня кто-нибудь. Да, что-то не пошло. Но, в свою очередь, Бороб отвечает по смайку. Смайк был без армора. И, собственно говоря, довольно бесполезным в своей команде. Потому что не имел вообще ничего на руках. Ну и Кензор может здесь отстрелить уже Бороб. А дальше 4 в 4 с калашом на руках. Можно еще и будет, в случае чего, законтролить вот этот кольт. Кензор попадает. Хоть и получает немало урона, но, тем не менее, можно продолжать свое продвижение. Теперь есть инфа у Undefine, что там калаш. Так, нужно быть осторожнее. Давайте как-то кучковаться и кучкуется под Б вдвоем. А здесь прожим ямы от Хундена. Хунден не попадает. Но все-таки по дефу немного залетает урон. И все-таки дорабатывает по дефу. А здесь приходит Кензор. Наказывает Хундена. Ну и теперь в 3 в 3 можно выдвигаться в клэн. Да, ПХП вроде бы равная ситуация. Здесь, правда, Бабский может... Не слышали его. Нет, нет, нет. Да, далеко находились слишком. Правда, он всего лишь один. Но зато, из-за того, что он пропущает с ковры, у него будет позиционное преимущество. Да, позиция у него шикарная. И он может услышать игроков, выходящих из ямы. По крайней мере, бомбу он точно услышит. Ну и на самом деле приходится торопиться просто. Что? Здесь Эндкилд играет с КТ-спауна. К нему СМФ стягивается. Краш никого не нашел в миде. И на самом деле его позиция может не окупиться. Бомба будет останавливаться. Нужно контролить Пелоса. Здесь погибает Кензор. Ну и все, можно сказать. Бомбу установили, конечно. Но это все, что смогли сделать команда просто в этом раунде. Ну, 2 кила, да, оформили. Краш, может быть, из дыма ворвется сейчас. Но там... С блоком. Ну, не знаю. Всякое бывает. Посмотрим. Краш, бомбу не дефлюзит пока что. Пытаются найти. Говорят, ага, вот так вот. Смотри, даже под смог будет пытаться дефлюзить ее сейчас. Краш. Краш. Ну, бомба-то точно будет раздефлюзион. А вот килл какой-нибудь найти нет. По каске попал, но урона слишком мало. Тут надо было 3, наверное, хоть что-то выдать, чтобы забрать СМФ. Ну да ладно. Сейчас закупится уже просто. Хоть и будет Краш играть, скорее всего, с чем-то попроще. Но в любом случае, nice try. Хоть на этот раунд раздобыли денег. Ну и посмотрим, будет ли возвращение просто сейчас. Потому что, в принципе, уже СВП на руках. Должны играть поувереннее будут в атаке. Ну а вот и работает АВП. С Майк уже находит entry на A-сайте. Забирает IGL капитана команды самого возрастного игрока 91-го года рождения. Умдена. Ну и теперь можно будет попроще себя чувствовать. Потому что прекрасно понимаем, что в большинстве в атаке намного им комфортнее. Ну, бабский, конечно, все еще стоит на контроле ям. Там, правда, смок лежит один в коврах. А просто вообще, наверное, сейчас собираются выйти под точку B. СМФ уходит. Более осторожно и пассивно будет играть Шарта. Ну и здесь звено через мидл будет стараться открываться. Здесь джангл неплохо может сработать под флешку. And killed, но никого не находит. Фларич в хорошей позиции, но погибает. Да, молча еще на стул. Правда, запоздала и деф разменивать тиммейта из подвала. Вот это неплохо уже. И ситуация 3 в 3. Так, ну, разминочка залетела. И 3 в 2. Дальше продолжает движение. Боро пропускает соперников. Получает молотов. Ну и не откроется теперь. Найс, найс. Я уже думал, что он не сработает. Но нет, все замечательно. Ну и теперь постарается десантироваться в джангл. Отсюда пойдет вместе с тиммейтом работать. По идее, Боро пропустил игрока в коннектор. Но сам спалился. Да, что-то, что-то другой. Просто, ну, Боро попал. По идее, я думал, что будет его слышно. Игрок, что в подвале пробегает. СМФ. Ну вот, на самом деле, сейвить пойдет. А здесь его могут найти. Выдвинуться за ним краш? Нет, краш выдвинуться за АВП. И он уходит на шорт. Ну, по крайней мере, поглядывает на бомбу. Его тиммейты уходят. Сейвить, в свою очередь. Ну, и СМФ, скорее всего, здесь выживет. Если никто не пойдет его пушит. По крайней мере, сейчас все не выглядит именно так. Но в любом случае, это хороший раунд для простов. Втроем выживают. Бомбу поставили. Забрали четверых. Ну, и даже если СМФ засейвит, там по финансам все плохо. Удача. Нет, все-таки, ну, останется при своем кольте. Сейчас СМФ остался. И тут, да, по полторы тысячи придется какой-то форс сделать. Какой-то раскид девайсов пошел. UMP дали бабские. Тут еще UMP на Буропе. Коль-то еще подберут. И два пистолета. А, Энткилды Дигл себе купил. А, причем, кстати, играет Тека, чтобы АВП потом купить. Ну, с одним АК чуть было не взяли раунд про 100. Значит, и у Undefined может получиться с одним кольтом. Но еще, если учитывать девайс на руках у остальных ребят, то тут можно настрелять не хило. Энткил. Вот тот самый парень без армора с Дигла пытается открываться из джангла, но никого нет на Пелосе. Точнее, в Пелосе есть игрок, но он не работает в данный момент. Ждет свою команду. Кстати говоря, это вот раунд, который просто уже не раз демонстрировали, когда один через Пелос выходит на последнем тайминге. Четыре тиммейта через МИД с плитом заходят. Да-да, там два подвала, два центра. Ну, здесь, правда, все закончится, мне кажется, раньше немножко. Не факт. Слушай, здесь еще сохраняет возможности СМФ. Он же игрок с кольтом. И он под Б пытается все-таки кого-то выждать. Но на самом деле нет. Все-таки, судя по всему, сработает раунд. Так, Бомбус заберет сейчас Деф. Забрал. Что пойдет? Яма. Нет, немножко, кстати, другой раунд разыгрывает. Просто при этом запирающий будет, скорее всего, через точку Б краш. Либо он сейчас будет на себя байтить максимум. Внимание, кстати говоря, уже здесь три игрока. Неплохо забайтил. Ничего не делай, просто стоя здесь в апартаментах, он... Я бы так с удовольствием играл. Ничего не делаешь, а пользу своей команде приносишь вагон и маленькую тележку. Ну и теперь Undefined здесь должны будет оставаться на сейв, потому что выходить на пятерых террористов, поставивших бомбу, укрепившихся в позициях, не имея китов на руках с ТЗшкой, юмпом... Да, все-все-все, хватит, хватит. Все это прекрасно поняли, что Undefined... Дай понагнетать. Undefined здесь, да, будут сейвить, в свою очередь, и все, дальше уже нет смысла куда-то выходить. Правда, здесь может еще и выйти на ход, у команды просто... Потому что никогда, по-моему, с деньгами-то все в порядке. Краш-то точно может выйти, может сейчас двоих похоронить, нет, только одного. СМФ, кстати говоря, сохраняет свой кольт, здесь подберется калаш. Ну и информация есть там, где затаились Undefined, а времени на бомбе... Эх, эх, тут... Да, давай... Есть. Пришлось все-таки выйти в эту щелочку. Не помещалась там рука у Хундана под стол, пришлось отходить. Да-да-да. Там, кстати, параллельно пытается сейчас Кендера, я думаю, стартануть, но... Одному туда идти, конечно, смысла мало. Вот если бы в Вандере был тиммейт, можно было бы как-то постараться подкнуть флешечку, может быть, спертануть флешечку. Говоря, у Кендера, у Кензера была, но нет. Ну, двушечка для просто уже на своем пике в атаке все комфортно, можно продолжать наращивать. У Undefined, опять же, по денюжке все очень плохо. 2-2 пока что, и одно экономически через два застреливных девайса будет играть Undefined. Посмотрим, куда сейчас эти девайсы побегут. Первый в окно, а второй на точку Б пошел. Ну, и в окне чуть было не сработало, там пытался при файерами открываться. Ну, вот, нет, теперь уже, когда смоук лег, абсолютно без шансов. Нужно выбирать более пассивную позицию, играть с командой, ну, а те с пистолетиками, на самом деле, много пользы не принесут. А вот СМФ с кольтом может. Открывается уже неплохо по смайку, снайпера забирает. Дальше под флешку тиммейта может открыться. Хунден может накинуть ее через окошко. Там еще и сканопер должен быть параллельный, так же производится. Но вот Флори стоит за белым ящиком, и здесь еще и Краш находится в подвале. Он слышит прекрасно, как работают игроки дефенса на центре. Вот забрали, кстати, первого Хундена. Флори просто соло-цидер разваливает. Что это такое? Ну, СМФ по-прежнему еще есть в активе у команды датской. Ну, вот-то ему могут не дать сыграть. На самом деле, Хунден, если бы выкинул свою флешку, он бы здесь неплохо тиммейту помог. Но нет, он пошел, умер. Бороб также получил немало урона. СМФ также на половине ХП. Хорошая позиция у Бабски, но при этом его здесь может ожидать Кензор. Да и три коннектор выходит. СМФ там все еще в зигзаге где-то глубоко зарылся. Так, да, все-таки Бабски забрали, но два битых. Я думаю, все-таки должны сейвить датчане свои девайсы, в четырех выбивать. Нет смысла, а вот по денежке мы уже говорили, что все плохо. Так что неплохое приобретение может быть для датчан. СМФ сколько раундов уже будет сейвить, получается? Три? Третий, да, получается. Одна смерть у СМФа. Неплохо. Ну да, два предыдущих раунда. Проигрывая со счетом 3-2, ты имеешь меньше всех смертей вообще на карте. Забавно. Ну, плюс, кстати, по деньгам даже некие получается, потому что ты мало тратишь, по сути. Ай, СМФ? Привет. Так, уйти бы живым отсюда, по-хорошему. Там уже АВП на контроле через коннектор. О-о-о-о! Хорош, СМФ. Просто бежал назад и вот решил посредить по коннектору там, где флайрща ходил. Флайрщ — это именно тот игрок, который вообще развалил всех на миде. Да, в итоге на сейве сделал трипл килл, заработал себе дополнительную тысячу долларов. Он на руках под конец имел трешку, но еще насыпал сверху. Мог вообще дропнуть что-то полезное. Там эндкилд будет играть с АВП. В общем, очень комфортный бай у датчан. Сейчас могут показать неплохое сопротивление. Плажка центр. Там простреливать не собирается пока что эндкилда. Но вот только просто наметили по 70 выход точку А. Да, даже без запирающего на центре ушел оттуда Деф. Скорее всего, раскидали немножко дыма, немножко молотова. Ну, Деф вот со смоком единственным остался, но при этом уходит к своей команде через яму. Четырём будет вываливаться. Сейчас один выходить с ковров. Так, ну, на самом деле, интересная задумочка. Здесь нужно Хюндона отзвонить. Боже, он горит, горит, горит за их скрой. Просто сгорает не зря. Это называется фаербоксом. Просто-напросто огненную дорогу ему подстроили. В итоге, как по углям горящим, не смог он пережить это. Ну, он же не индус. Ну, да, тут, конечно, не поспоришь. И тут пока что три в три. Ситуация на карте. Занятие точки А. Сторонной команды просто. Два при этом КТ. Ой-ой-ой, уже один КТ. Играет в Руб. Может быть, это на руку. Смайкл смог пристрелять. Там ещё один игрок на Т-30. Но вот здесь вдвоём уже пикали. СМФ последний испалился. Он там, где он находится. Самое удивительное, просто даже бомбу не ставили всё это время. А у них ещё есть время. Им торопиться некуда. Тем более, что есть информация по СМФу. Можно этим воспользоваться. Батить его на себя. Установка бомбы. Краш постарается, вот если бы тот пошёл всё-таки на какой-то ретейк, забрать его. И, наконец-таки, СМФ умирает первый раз за пять? За четыре раунда. Ну да, за четыре-то уж точно. И просто, в свою очередь, берёт четвёрочку для себя. Что тоже примечательно. И примечательно, что у нас оператор Хакаги ещё. Да, очень примечательно. На самом деле, просто могут вернуться в эту встречу. Причём с довольно уверенным счётом. Посмотрим на Нюке, кто же из этих ребят сильнее. Но для этого просто ещё нужно взять 12 раундов. В основном времени. Да, проход пока что здесь. Краша вновь по точке Беннике. Фейк он здесь разыгрывает. Но, по крайней мере, показывает. Так, ты что, смотри. Кензор. Соло выходит на А. Бабски разменивает. Зато Бабски теперь спалился. Смайк пытался префайровым его забрать. На самом деле, здесь очень сильное укрепление точки А. Возможно, лучше позиции свои поменять. Просто Фарич уже дабл оформляет. Да когда же Бабски-то начнёт открываться? Ну, там Молотов вмешался. Ему нужно было по Агне только лишь бежать, чтобы помочь своему тиммейту. Так, в итоге, здесь, по идее, смайкбой. Ладно, можно подобрать А.К. Или нельзя? Нет, можно всё. Да, у него есть ещё и армор. Ну, и вот если будут продолжать выход на А, он здесь может своей команде очень хорошо помочь. Как-то он, конечно, вял в дефенсе отыгрывает. Ну, стоп, просто уверенно в себе. Вот это да. Минус голова. Ну, здесь Бабски один в четыре, на самом деле. Если он возьмёт этот раунд. Ну, они видели, что он где-то под коврами там был. Значит, куда-то он недалеко ушёл. И где-то он здесь находится. Ну, видимо, только не в коврах его ждут. Так, Бабски. Минус один. Ну, и дальше размен. Два красных остаётся. Да, вот он рассчитывал, что последний патрон, скорее всего, заберёт соперника. В итоге переключился уже на второго, поторопился. Ну, пять-два. Просто активно набирают раунд за раундом. Уже пять подряд. Ну, и вот по экономике закрепились очень хорошо. Дальше могут закупаться очень много раз, даже если будут проигрывать. И здесь Undefined решает менять. Нет, я уже думал, это будет агрессия в миде. Нет, всё же будет играть по дефолту. Идкилл в соло здесь открывается в миде. Ничего ему это не приносит, кроме как минус 30 хп. Ну, думал, что кто-то, скорее всего, пробегать будет, подловить. Но ждали, пока молотов разгорится. И только потом уже после всего этого занимать центр. Хотя после молотов, Идкилл, то есть, всё-таки, с коннектора пикнул мидл и забрал дефа. Да, деф не ожидал всё-таки такой наглости от Идкиллда. Он может открыться ещё и по Кензеру. Точнее, Кензер всё-таки открыться на Идкиллда. Тут его сфотографируют в последний раз в этом раунде. Да. Фларич всё-таки заходит в коннектор, забирает Хюнден. Там правда второй игрок имеется. По идее, по нему информация тоже есть. То, что Идкиллда может играть либо с коннектора, ну, где-то возле него, либо окно. Но окно уже изолировано молотовым. Там ещё и Идкилда забрали. Всё-таки нашли, где он находится. Ну и 3 в 3. А выход на Б-плэн, судя по всему, нас ожидает с плитом, с коннектором. Там возвращается за бомбой Фларич. И, ну, он всё-таки, да, пойдёт через телевизор, через Б-апарты. Нет, это сплит. А, а так далеко, глубоко сейчас находится снайпер, снайпер в ладере. Это не дефоут. Это, конечно, да. Ну вот, куда пойдут просто-то с бомбой? Вроде бы 3 в 3, бомба где-то яма. Да всё, это А, стопудово. Просто здесь неизвестно, что сейчас принесёт своей команде Бабский. Либо разочарование, либо раунд. Он в своей команде заработан, что 30 секунд времени раскидывается. Б-плэнт, ну, а бомба будет выходить через яму. Выбиваешь бомбу, выиграешь раунд. Ну, 30 секунд. Бабский всё ещё в ожидании. Может, кто-то сюда придёт. Флэшки накидывал просто-напросто всё это время. Смайк и выход 2. Да, ну, вот опять же, уже 15 секунд. Посмотри, сейчас Фларич сядет бомбу ставить. И если его не прикроют, если его не прикроют, прикройте кто-нибудь его, пожалуйста! Нет, не будет здесь прикрытие. Краш последний остаётся. Бомбу уже поставить здесь не успевает. Да, всё, времени уже нет. И в итоге раунд просто проигрывает просто из-за таймера. Просто Бабский выиграл раунд. Опять же, медленно шли про 100, прочекали весь сайт. Бабский уже второй раз с Пелоса открывается крайне-крайне удачно. Странно уже наблюдать, если второй раз там находится. Второй раз просто забывает про эту позицию. Но, так или иначе, в принципе, воспользовался этим Бабский. Да, опять же, грамотно поступил. Позиционочка идеальная от него была. А вот сейчас Хундан, пропрыгивая, ловит в грудину. А от Смайка тот, не пропуская эту возможность, и находит энтри для своей команды в очередной раз. Ой-ёй-ёй. Энткилда был близок к тому, чтобы сделать фраг. Всё-таки противник улизнул из-под его прицела в дым. Даже, скорее всего, Энткилда не успел заметить. Так, Фларич в упоре смок откидывает. Ждёт Энткилда. Неужели десант? Нет, всё-таки на козырёк. Да, отсюда попроще будет. Я уже думал, что в окно собирается запрыгивать, но Энткилд свыше у прыжки в миде. Теперь будет насторожен, как в Металгире над ним появился. Восхитательный знак. Готов он уже к действиям отсюда. Фларич просто зигзаг будет отсюда контролить, пока кто-то придёт к нему в руки. Видно его прицел, его лапы. Потому что он и ладер ожидает. В принципе, зигзаг сможет закрыть и в окне его. Тут не чекнут. Позиция весьма хорошая. Всё чаще и чаще, кстати говоря, игроки пользуются этим. Ну, если Бабский в очередной раз похоронит все надежды про стол в этом раунде, то я буду не удивлён на самом деле, дорогие друзья. Бабский даёт минус по бомбке. Или в очередной раз. Не горит в очередной раз, но тут же размен получает. В любом случае, он забрал двоих. Отличная работа от него. Да и Молотов под него аж два залетело сейчас. Спина, спина, спина. Фларич прожимает, СМФ и забирает. Энткилл вынужден крутиться здесь. Ну и, кстати говоря, чуть было не забрало Смайка. Но Смайк оказался сильнее в этой ситуации. Бороб в соло против трёх соперников. Фларич хоронит. Фларич, well done. Ну и Смайк минус три. Выигрывают эти два парня раунд для своей команды. Бабский на страйк. Два. Два Молотова под Бабский залетело. А он вообще урона ни от одного не получил. Да, он, то есть, от первого успел вернуться. Второй тоже глубоко туда залетел. В итоге Бабский уже на выходе играл. Когда пол это лава, а ты не играешь в эту игру с друзьями. Да, да. И в итоге теперь уже он будет играть экономически. Один, кстати говоря, хватит им денег на байф. В следующем раунду, по-моему, судя по тому, что я видел. Хватит, хватит. И, ну, седьмой это просто окей. Скорее всего. Бороб здесь доскакался. Его забирают. Вот СМФ также с той же позиции. Хочет открыться. Смайк видел, но Смайк не ожидает, что кто-то переместился. Да, да. Ну, он видел то, что Роззигзаги, но тут Ладри уже инфа пошла. Поэтому, понимаете, что Смайк было близко к тому, чтобы сделать минус. Ну, вот байтит, байтит, чтобы кто-то открылся на него. Все-таки с шарта там никого нет. Кензор уже пропушил. Здесь есть перестрелки в коннекторе. Так, один, второй минус обеспечили для себя. Здесь законтролили еще одного, второго. Ну, и, короче говоря, раунд без потерь для просто. Найс 7-3. На своем пике в атаке набирают раунды просто как... Ну, вот лепчайше. Ну, и дальше, кстати говоря, карта Днюк, что интересно и примечательно. И, в целом, если честно, просто если выиграют Мираж, мне кажется, Нюк не могут серьезно забрать. Могут, могут. Просто на Нюке играли не раз, хоть и с переменным успехом. Так, стоп, энд килл оформил уже фраг для своей команды. Бабский также еще одного забирает, но решили... Выход из дыма, вот так вот. Ну, решили, что их не будут там ждать, но нет. Датчане оказались готовы с Майк. С Майк, можно по нему урон? Да, спасибо. Боров наконец-то находит этот килл, ну и осталось всего два игрока. Может быть, даже без потерь Индефайн заберут этот раунд, а может быть, даже и урон по себе не получат. Там где-то что-то горит пока что, но... Где-то кто-то стреляет, где-то что-то горит, тут не поспоришь. Но украшивают с дефом только в хп фуловые, их, по-моему, не заметили до сих пор. Хотя зигзага, да, выходит с МФСЛП. Ну, деф один в пять. Давай на экономику работать, выбивать финансы, выбивать деньги, арморы, раскидки. Деф просто побежал на точку. Ну, там опять, там сидит этот бабский под коврами, с которым ты ничего не сделаешь, хотя у тебя молот в принципе есть. Но даже когда ты молот в раскинешь, пока ты дым кинешь, там уже пять человек на планете будет. Да, но постарается спеллоса открыться, может быть, будет выцеливать кого-то в коннекторе, там сейчас играет Хунден, убить его хотя бы. Но здесь две вп, хотя бы одну из них выбить, в любом случае подсевит, то есть шансов на самом деле мало. Позиционка у датчан тоже грамотно сохранена. Так, Хунден. Мне кажется, сейчас игрока на голове, да, пропустил. Начекал Хунден, пошла уже стяжка и здесь эндкилд просто держал на нем прицел. Ни единого процента здоровья не потеряли Undefined в этой защите. Но у Pro100 все в экономике замечательно, они собираются закупаться, пошли передрапывать друг другу девайсы. С ними также продолжат продвижение по раунду, еще один могут проиграть и закупиться, но дальше нельзя ни в коем случае. С двумя ВП будет отыгрывать сейчас Defensive Undefined, и при этом восьмерки запросто еще нет. Так что, в принципе, вначале они могут выйти победителем первой половины, главное просто сейчас ни единого раунда не отдавать. Имеют на это все шансы. Какой тайминг для эндкилда? Вот тот момент, когда ты сидишь 20 секунд, держишь одну точку на прицеле, стоит отвести прицел, оттуда выходит соперник моментально, тебя забирает, и ты, ну, все. Бросаешь мышку об монитор и уходишь. Да, потому что, ну, это тяжко переживается все время. Ну что ж, минуты 20 до конца раунда. Без одного игрока Undefined уже остались. И теперь уже, что, Pro100 предпримут пойти в точку А. Но здесь два игрока, кстати говоря, Бабский уже поменял свою позицию. Устал на то, что его выкуривают постоянно под коврами. Говорит, трать туда молотова, а я просто из-за дефолта буду расстреливать соперников. Да, тут еще и флешку можно хорошую откинуть самому себе и выйти с ямой перестреливать. С ямой, Тентрисом там неважно. Ну и Пелос также тебя префайром здесь маловероятно, что будет забирать. Так, пошли уже раскидки. Бабский снова оформляет один килл для своей команды. Еще одного забирает. Ну, со своей позиции Бабский дабл оформляет 100% в каждом раунде. И для него это не проблема. Бомба лежит просто на Тетрисе. Краш заходит в спину. Бора позабирает. Ну, 3 в 2. Слушай, можно взять. В принципе, да. Но, правда, там игрок на сэндвиче, его бы как-то... Ой-ой-ой, все, про Краш спалили. Забрали с МФа, все, доскакался там на тикетбоксе. При этом задавить яму пока что неудовственно, чтобы быстро это делать. Смогли бы это позволить себе и Краш в спину. Забирает первого, минус Хюндет. Остается 1 на 1 против Бабский. Но тот с полу ХП увидел краем Краш. Ой-ой-ой, Краш, браво, брависсимо. Минус 3 дал. Как, как. Хорош. 4 в 2 была ситуация. Ну, и, возможно, Нюк приближается все ближе. Я уже слышу, как он стучится к нам в двери. Да, это именно Нюк. Ну, и, на самом деле, Краш. Вот, 1 в 3. Так пошел. Просто раздавал здесь лещей. 3-4 калаша против вот такого не самого серьезного бая от Undefined. Мне кажется, Преп сейчас залетит. Да, за Флорича он уже готов. Вообще, много раз мы наблюдаем за Флоричем, как работает он на центре на карте Домираж. И уже не первый раз замечаю, как вот такую позицию подобную в коннекторе он закрывает с легкостью. Да, в принципе, ходят на все позиции с прицелом уже наведенным на голову. И Бабски разменивает, конечно. Но опять Бабски со своим килом. Я не знаю, сколько у него уже там статистики. Бор вообще разбирается с Флоричем. Дальше Смайк разменивает. Но вот потеряли многое. Ну, 3 в 2 тяжело будет дальше. Правда, если Бабски выскочит. Ой, или Смайк здесь просто-дапросто сейчас делает враг. Нет, не получается. Все, спасение Бабски. И там денег нет на следующий раунд. У-у-у, Undefined. 4 раунда всего взяли Undefined пока что. А Бабски уже нафармил 14 киллов за них. Потому что он отличный опорник Аплента. Можно его хоть соло здесь оставлять. И, тем не менее, он свою команду будет вводить большинство раз за разом. Но вот остальным ребяткам из Дании лучше подсобраться на Мираже. Что-то на нюке. Ну, там просто не сдобровать будет Undefined, я уверен. Здесь просто он сейчас начинает набирать-набирать раунды. Набирать они причем в атаке. За Дэв, скорее всего, будет немного даже полегче им играть. И здесь может счет даже быть на своем пике разгромным, чем у соперника был на предыдущей карте. Все верно. Ну, Бабски забирается в Пэлос, уходит на сейв. Ну, и за ним здесь выдвигается Дэв. А Дэв заходит в Пэлос. Постепенно продвигается все глубже. А здесь Бабски ждет его. Он уже готов. Он уже навострил свой прицел, но Дэв, в свою очередь, не двигается. Дэв остановился и аккуратненько отходит назад. Бабски засейвил свой калаш, точнее, чужой. Ну, и вот сейчас на предпоследнем раунде нужно принять грамотное решение, как распорядиться своей экономикой. Ой, два раунда конца первой половины. Здесь, якобы, сыграть по-хорошему Undefined. Потому что, ну, через один девайс, да, на 15 выйти с хорошими деньгами. И выйти на счет 10-5. А там же, в принципе, полегче будет возвращаться в эту игру. Не удивлюсь, если и этот раунд Undefined возьмут. Потому что, ну, Бабски с калашом. А здесь еще и в миде, кстати говоря, может ворваться звено. Три игрока обращают свои взоры именно на эти позиции. Und cute. Понял, что лучше здесь дальше не стоять. Лучше убежать после того, как пуля пролетела у него перед кончиком носа. Да, все, смок окно. В итоге параллельно выходит звено с подвала. Дэв, по идее, под флешку должен сюда будет открываться под коннектор. Флешка, флешка есть. И мы все пропустили. Ну, флешка не сработала, потому что очень закрыто стоят ребята из Дании. Дэв вместе с тиммэтом. Вдвоем, только вдвоем, только вдвоем сюда стоит продвигаться. Так, смфа заметили. Забрали Хюндена. Смф погибает. Так, там Бабски в своей излюбленной позиции. Бабски, ну, один килл лишь нашел. Ну, здесь Бороб не имеет шансов. Он опять под коврами стоял? Да. Я просто уже, ну, это, по-моему, ненормально. Что вот так вот из-под ковров уже столько минусов. Лол. Лол, вот тебе и чпок. Вот тебе и минус АВП у команды просто. Сейчас, ну, вот унести его не удалось, жалко. Да, Алик подбирается флоричем, передаст тиммэйту. Последний раунд половины. Просто 100% будет все, что им нужно в этом раунде. Все, что они задумали, они могут реализовать. Ну, точнее, попытаются. Финансы им это позволяют. В свою очередь у Undefined не так все хорошо. Без китов. СМФ вынужден играть с Фамасом. Ну, и флешек тоже довольно мало. Как и Молотовых. Да, ведь последний раунд первой половины. И здесь пришлось закупаться на максимум, что им дозволено. Максимум денег. И, увы, ну, да, баскида маловато. Сейчас еще причем половину тратят на первом тайминге. Да, пытаются не дать сопернику сыграть быстро. Ну, а те и не собирались, собственно. Разошлись. Тут, кстати, двое пэлос. Судя по всему, на бабски теперь двое будут высыпаться, чтобы с разменом его уж наверняка забирать. Тут вновь меняет позицию. Сидит на ешечках рядом с Нинзи. Здесь бомба. На Т-спауне. И, судя по всему, это сплит А. Один будет выходить через ящики в миде. Второй через коннектор. Там даже два, скорее, через коннектора. Там и фларич будет входить, и краш с СБ точкой подтянется. При этом бомба в соло с ямой. И вот эндерфраг со смайком пока что по эндкилде. Неплохо уходит смайк. Понимаю, что здесь уже снайпера будут ждать, что его могут законтрить. Ну и, собственно, выход через яму его ожидает. Деф просматривает пока что несколько аркадов. Местимейт там, в принципе, заходит в яму. Но что бабски, на него вся надежда точки А. Да, именно на его плечах держится. Минус коннектор есть. А дальше уже вдвоем с двух сторон. Просто пикают напросто. Хотя Хюндон дает размену здесь. Да, мне отпускают все-таки смайк. Фларич также минус на центре. И вот в итоге смф последний. 1-3 остается. Фларич красный. 13 хаспоинт. В принципе, его можно забрать. Но здесь вантап просто по смфу. И вот он 11-4. Счет по окончанию первой половины. Да, не справились датчане под конец карты. Казалось бы, поначалу все шло более-менее равно. Мы видели сопротивление. Потом просто собрали волю в кулак. Этим кулаком датчанам просто по лицам надавали. Здесь все хорошо. У них карта Денюк все ближе и ближе. Так что, возможно, мы будем смотреть за продолжением этого замечательного, интереснейшего Counter-Strike дня. На карте Денюк уже. Потом, в будущем. Может, даже с овертаймами. Потому что, кто знает, кто там за какую сторону начнет. Да, времени много. Впереди ночь. Никому никуда не надо. Все уже расслабились. Готовы просто наслаждаться замечательным Counter-Strike. Здесь просто, конечно, могут продлить нам это удовольствие. Пока без китов в защите они закупаются. Петер Моров рассчитывает на стрельбу и на то, что они не смогут попустить противников в плент. Правда, здесь на ноги просто несется. Такая гвардия под Б-плент. Контакт будет разыгрывать здесь. И Краш будет пытаться встречать все это дело. Так, пошел прокид. Пошли гранаты. Неплохой минус от Краша. Дальше приемочка. Еще бы забрать Бабски. Нет, все-таки делают свой килл. Но тут же размены получаются. Отпрос 100. Бабски красный. И вот только на Хюндена вся надежда. Но вот только там игрок с машиной действительно. Да, последний Бабски. Да, ну и все. И без шансов Кензор делает квадрокилл на пистолетном раунде. И по головам работал он отлично. Ну что? О, здесь можно теперь уже халявную бонусную трешечку брать для про 100. Дальше Undefined при счете 14-4. При отставании в 10 раундов. Ну, мало шансов имеют на то, чтобы вернуться. Так что сейчас кровь бизнесу форсбай нужно забирать, если не хотят возвращаться в эту игру. А тут, кстати, у про 100 два фармгана, два фамаса и кольт. С большим количеством раскиданной ями на упоре. Фларич будет здесь работать. Ой, отсюда он уже не раз давал хорошее количество мультикилов. И, возможно, сейчас тоже будет то же самое флешка в упоре. Фларича зашивают. Да, уперся там в него бабски. Разобрался с ним без проблем. Также хоронится еще игру в пункте деф. Заискрой. Один килл находит, но дальше хоронится сам. Ну и здесь вот врывается Кензор. Отличный килл находит. И чуть было не забрал еще одна. Вот это граната. И три хп-бор. Может быть, был дабл килл. О, нет. Ладно. Засчитано. Засчитано. Пусть будет дабл. Аккуратненько так пытался уйти, ребят, но отпустите меня. Пожалуйста. Нет. Да, ну вот повтор здесь. Ай-яй-яй, посмотри, как там было близко. Там по каске, видимо, зарядил эндкилда. Ну, по эндкилда зарядили через файрбокс. И не дали бомбу остановить. Бомба залетела. Точнее, граната залетела прям в последнюю секунду. Два МП-9, МП-7, Фомас, Кольт. Ну, в общем, запакованы просто очень даже серьезно. На все случаи жизни гранаты также имеются. А здесь, ты посмотри, просто все в миди-бомбу потеряли. Врывается Дэв Фларич, фармят, делают фраги. Один за одним погибает, конечно, Дэв Фларич. Но в любом случае, СМФ шансов никаких не имел. Ну, один фраг. Счет у просто уже 14 в 14 раундов. Здесь всего лишь два до победы на этой карте и до выхода на заветный нюк. А там можно, в принципе, и забирать его. Ну, если Undefined хотят заканчивать эту встречу с отчетом 2-0, то начинать это нужно именно с этого раунда. Им сейчас нужно возвращаться в это противостояние. Мираж закрывать в свою пользу. Но в атаке при таком отставании сделать это будет очень сложно. Посмотрим, каков у них план. Да, дальше шансов будет немного, конечно. Но посмотрим. Посмотрим, может быть, все-таки с отчетом 15-4 что-то начнется действовать. Он в Undefined. Правда, я мало в это верю. Уже энтре-фраг покрашу неплохо. Проход бы так по парапету на точку Б. А там вообще никого нет. Кстати говоря, как здесь просочился Смайк? Вот так пробежал просто по спауну. Но на самом деле здесь нужно Кензору жить как можно дольше. Боров с ним разбирается. Смайк должен торопиться. Должен зайти в спин. Должен забрать игрока в сайте. Бомба. Не установлена. Смайк. Молоток. Но он также погиб. Так, ну здесь ДПД должен встречать противника. СМФ там бегает, бегает. Просмотрит точку А. В итоге отрезанные друг от друга игроки команды Undefined. Но СМФ... Ой-ой-ой-ой-ой. Под него прям выходил здесь Фларич. Хотя знал по идее, где он находится. Да, в итоге ДПД остается один в два. При том, что по нему есть инфа. Времени у него все меньше. Хоть и есть хиты. И полный пул гранат. Но ему еще предстоит лишь взбираться. Здесь по шарту. Заходить. А здесь очень закрытая позиция Undefined. Они явно намерены просто играть на бомбу. Ну вот если бы ХЕшку можно было бы закинуть. Ой, увидел. Видел. Нет, не попал. Все. Второй в итоге включается. Ой, и вот и нету дефа. Трипл отбора. Поостался он красным. При этом успел вот так похоронить троих. Минус деньги для Pro100. Да, там есть некие финансы. Они могут зафорситься. При этом бай будет, как в прошлом раунде, не самым отчетливым. С двумя АВП решают играть. Вау. В итоге Йомб, два набора китов. Да нет, вполне себе рабочий сетап, конечно же. Здесь на два ВП именно расчет. Безусловно, Фларич идет. Ага, ну вот двойное проникновение под ковры. И там, конечно, через дым будет играть. Так, ну вот. Под коврами вдвоем, на самом деле, хорошая мысль. Но проблема в том, что один молотов, вас обоих контрит здесь. Выход под аплент ожидаем от Undefined. Имеют неплохие гранаты. В частности, вот эти два молотовых могут залететь прямо туда, к ним. В их двойные позиции под коврами. Ну и краш на Б останется беспомощным со своим АВП. Ну так они рассчитывают, что там, скорее всего, если молотов положат, то... Боже мой, тут коннектор уже начинается экшен. Открывает в итоге джангл. В итоге... Ой, ну успел кизлит им. Ага, Фларич, ты отзвонили тиммейту Фларич. Не торопится. Позволяет Бабский работать слепой. О, Бабский говорит, так, стоп, я не понял. Уходи. В итоге что-то пошло не по плану. Здесь два ВП на ретейке. Плантает вообще что-то с чем-то. Уже первый погибает, второй нужно сейп бить крашу. Ой, этот момент с Бабским просто должен войти в историю. Сел, присел, такой смотрит, а там враг. Я видел гифку там на мираже, тоже парень вот так сидел. Такой, нет, не убивай меня. Где-то в ниндзе просто с пистолетом затаился. Вот здесь так же надо было повелять. Ну, дай, пожалуйста, в раунд выиграть. Болю. Да, ну в итоге краш все-таки постарается подсевить авик. В любом случае на следующую просто нет денег. И мы говорили о том, что если Undefined хотят возвращаться во встречу, они должны делать это сейчас. Ну, и они в этот момент таки начинают брать раунд за раундом. Уже шестерочку себе оформляют краш. Все-таки АВП постарается засевить. Проблема в том, что на следующий раунд он единственный, кто будет иметь хоть что-то на руках. Потому что у остальных будет дырка от Бублика, а не больше. Да. Ну, и вот он повтор, конечно, флорич. Но вот если бы не флешка... Он просто рассчитывал, что он сейчас спрей, и сразу же два минуса. И все. И ситуация, конечно, 2 в 3 была бы в их пользу. Как, наверное, подгорело у флорича в этот момент, когда эта флешка... Вот я прям вижу, как у него весь план складывается в голове. Вот эти формулы летают. Он такой раз-раз-раз. Все, готов. Флешка. Да. Все-все-все-все трескается. Все ломается, все рушится. В итоге в раунде под номером 21. Все очень АВП. Крашев агрессивно идет в ковры. Но здесь есть сделать фрактор. Сразу же размен последует. Крашев нужно просто текать отсюда. И он чувствует, когда его давят. Да, паркур от краши увенчался успехом. Но вот килл не смог дать ни один. И погибают вместе с тиммейтом. Прижался к нему в угол здесь сюда. Говорит, помоги мне, пожалуйста. Грей меня. Но там не удалось ничего сделать. Да, завалились здесь вдвоем вместе с АВКом. Ну, кинзор. СП-250 самое сильное звено своей команды. Самый сильный пистолет, по крайней мере, у него есть. Так, и килл. Да, можно забрать вдвоем, если его пропушить. Потому что... А, хотя нет, он здесь с тиммейтом. Без шансов. Это понимают прекрасно. Просто разворачиваются такие. Чует просто. Без шансов, так без шансов. Как скажешь. В кухне еще хочет там забрать кинзор кого-то с ПДС-50. Так, перемещается. Кстати говоря, на шарте может отстрелить СМФ или наоборот. Ну что? Хюнден? Давай с Дефа или все-таки Хюнден? Да ладно, с Юспа. Забирай первый, он здесь второй. Я был бы в шоке, если бы он забрал второго с Юспа. Два, три красных игрока. Осталось у Андефайн. Тем не менее, раунд за ними. И всего-то двойное отставание. Семь раундов для Андефайн в атаке могут стать их преимуществом. Почему? Потому что в защите экономика это огромная проблема. Если они будут вот так вот забирать всегда всех игроков в простое, не позволять им сейвить по три девайса, по два, то можно вернуться в эту встречу. Но обидно будет проиграть ее со счетом 16-14. Аркада Центр. Тем временем все-таки это просто. Минус первый, есть второй. И тоже поступает Ларич. Дальше уже не лезет в аркаду. Или пойдет под флешку свою. Тут даже втроем будет прожимать. Дальше додавливать. Нет. Увидели. Увидели АВП. Анткилда здесь один. Правда, там параллельно крашен. Забирают на Б-планете. Б-планет пустой. Уже там мчится. Смайк к тому планету и забирает бабски. И два в три. Но тут и А-планет пустой. Да какая же проблема на карте-то? Да, агрессия на миде пошла. Есть информация у Датчан, что отпустили. Получается, значит, все остальные точки. Или там по одному игроку. Собственно говоря, Боров этим и воспользовался. Воспользовался еще и слепотой Смайка в данную секунду. Ну и на самом деле вот тот факт, что Фларич сейчас в спине у Датчан может сыграть на руку просто. Так, ну Фларич, я думаю, ковры сейчас прилетит. Да, с ножом в руке. И по идее нужно жить просто дефу. И дожидаться, пока тиммейт придет. Но вот проблема в том, что могут поставить бомбы, подшортовать и в коннектор, и не успеет Фларич сюда прийти. Бомба, по-моему, пока что не устанавливается. Так, ну если эндкилд уйдет, то очень неплохие шансы у Боропа по-прежнему сохраняются на то, чтобы раунд потащить. Да, эндкилд погиб. Ладно, все, Боропа с КТ спауна. А здесь могут его не ждать. Ему главное не торопиться. Главное не торопиться. Не торопиться. Ты сейчас вдвоем в линии выстрелишься. Ты посмотри, что происходит. Параз! Нет! Нет. Но было близко, да. Найстрай. Найстрай не хватило. Там немного спрей-контроля, наверное, все-таки. Боропу, да и эндкилд не ожидал соперника в спине, да еще и на Пелосе. Погиб без шансов, без размена. Он так прижал террориста возле бомбы. Прям как лепешку разбился. С надписью «Потрачен», наверное. Ну, да. Опять, если бы ДКБ... Заделось секунды раньше. Тут, конечно, много чего бы произошло. Ну что, есть бай. Довольно сильный у датчан в атаке. На самом деле, если берут этот, то могут лишить экономики украинский коллектив. Так что здесь еще не все потеряно. Потом на допах можно вывозить карту. Ну или обидно будет ее проиграть в такую поздень и выходить на нюк после того, как ты так комбэчил. Да, это серьезно пока что флорич. Один в один разминется с Майком. Два в два. Смак все еще пытается оборонять плен, но все. Хэтшот прилетает уже от вражеского снайпера и уже в меньшинстве про 100. Так, а здесь можно выйти. Сейчас на Бабский. Бабский получает гранату. 48 хп. Прострела не работает. А вот Кензор работает на 150%. Процентов забирает его уже. Ну и теперь два в два. И здесь два АВП будут стараться не дать бону выйти на ретейк соперника. Там, правда, один ктейп, и должны о нем знать просто, потому что флешки недаром просто так накидывались из-за фаербокса. Выход под яму. Идкил депромак. А вот это может быть досадно. И обидно. Тиммейт нашивает просто в ответ. Смф есть минус по Кензору. Один-два остается здесь уже краш. Знает, по идее, об игроке. Ямин здесь на тетрисе уже, по-моему, краш сейчас проникнет через дым. И его ждали. Да, но времени уже нет на то, чтобы раунд взять, берет он АК-47, а там АВП. Ну, кстати, его выбьет сюда в яму, он за ним вернется, скорее всего. Так, побежали, 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 побежали. Усейн Болт, искать АВИК и подобрать. Найс. Последнюю секунду. Последнюю секунду он забирает АВП, но тем не менее все-таки... Ну, здесь опять, тут что, форс делать придется простое? Еще раунд отдавать, Undefined. Так, нет, они не собираются отдавать. Отдавать раунд, да. Собираются форсить. Ну, посмотрим, решили сыграть. Ну, раз уж у нас есть АВИК, давайте попробуем все остальное тоже к нему прикупить. А здесь Undefined готовит быстрый выход. Деф рвается. СПСМФу нет. Погибает. Здесь также форич был, а форич на свой фраг нашел. Подбирает АК-47 и уходит. А вот теперь нужно задуматься. Undefined в яме как-то пропустили друг друга и смайк. Undefined, может, там дым даже в яме лежит. Хотя по звуку там его нет. Но выход в точку, а так или иначе будет направлен. Если выйдут на снайперскую винтовку, что самое обидное для Undefined. Ну, должны смаком все-таки изолировать КТ-спаун. И на форича с калашом. Слушай, нет, смайк-то не изолирован. Смаки полетели в другую сторону. И здесь смайк начинает божить. Просто забирает одного. Дальше готов принимать еще врага. Но нет, Undefined все-таки отвечает. Но должна быть информация. Все-таки форич забирал калаш. Здесь залетает форичка. Выходит отлично бабски. И забирает его. Только лишь ТЗ-шка вместе со скаутом остались на ретейке. Не самые подходящие девайсы, должен я вам сказать. По голове краша среди не удалось. Сопернику в итоге, конечно, да, здесь по-хорошему бы и подсейвить. Потому что на следующем раунде придется делать тека. Но решает выбить максимально количество девайсов, видимо, из рук соперника. Хотя никто не поставляется. Минус по кензеру. И скаут уже стоит перенести в следующий раунд с китами. И с маком. Да, в первую очередь, смоук, арморы, киты. Это самое важное. Скаут, наверное, это лишь такое слабое утешение. Потому что не удалось в этом раунде вообще никак реализовать его крашу. Краш. Но ТЗ-спаун. Там просто находятся еще и эндкилды, которые мчатся сюда. А, нет, он просто стоит на контроле ТЗ-спаун. Ну, кто кого? Ну, видимо, эндкилды, судя по итогу. 29. Девятый раунд Лендефайнед. Они маппоинт еще один отыграли. И экономически будет у простого. Скорее всего, десяточку заберут эндэфайнед. Слушай, а так подбираются уже близко к овертаймам, что... Да, да. Почему бы и на них не выйти? А я говорил, а я говорил. Допы детектит. Посмотрим. Эндэфайнед сейчас обязаны просто, обязаны забирать раунд. Здесь стакат просто на А. Эндэфайнед. Ой, сейчас Боро подолжны продавить. Один килл лишь он смог делать. И остальных даже не покоться. Но зато собрал информацию, ребят. Здесь примерно 50 контртеррористов яму прожимали. Давайте бегите на Б. Так, Кензар 1 хп, 12 фларич. Но вот, конечно, да, без фрагов в волях. Хотя, кстати говоря, просел Хюнден. Просел также эндкилды где-то с юспап. Видимо, по каске успели настрелять на таком дальнем расстоянии. Благодаря второму армору тут выжил. И бомбу поставили на Б плантян. Но калаш, понятное дело, в следующий раунд перенесут. А вот фларич с крашем стоит, наверное, найти все-таки себе девайсы. Ну, не факт, что они все-таки смогут их достать. Все-таки нет информации, что по голове попали. Здесь, ну, только лишь помочь Кензору подсевить вот этот калаш. Ну, его перебрасывают фларичу. Может быть, даже крашу отдадут. Кисотому будет проще, в случае чего его сейвить. Ну, нет, не будет здесь, скорее всего, никаких столкновений. Может быть, выйдут на Кензора, который с одним ХП. Слушай, он, может, опасно здесь. Да, все-таки с одним ХП, слушай, забирает эндкилда. Но взрывается. Так, кстати, обидно, такой дальний расстояние. Да, действительно. В коннекторе, но погибаешь. Ну, с одним ХП там не везде ты должен погибать. Сколько у тебя процентов тела целый? Один глаз? Двигается, и все, все остальное в состоянии комы. Но, что ж, в принципе, пять раундов. Все-таки Undefined могут достичь овертаймов на этой карте. Но для этого нужно все время постараться. И теперь без права на ошибку они все еще играют. Так, фларич в яме, близко. Нажмет, никого не видит, никого не слышит. Бороб уже на пэлосе, играя довольно близко. Слушай, ну вот... Неужели это раунд про сто? Контролят деф. Да, но большая часть-то будет открываться через коннектор. Опять же, скорее всего. Возможно, отчасти, да. Потому что пока что на центре никто не палится. Они заставляют просто посмотреть, проверить подвал, посмотреть центр. И, тем не менее, нет, смотри, возвращаются обратно. Там это спаун. Нет, действительно, все-таки собираются дефолтно опять выходить. Бабский запирающий игрок под B пока танцует. Шумит, веселится. Через андеграунд и коннектор может сместиться к своей команде. Либо же побежать просто, ну не знаю, на мидл. Либо опять же в яму к своим тиммейтам. Но здесь, здесь может Фуарич сейчас ворваться. Энткилт промахивается. Ну где же все остальные? Да, Энткилт выходит на репик. Но тут же не ожидает второго дефа. Отличный килл. Еще кого-нибудь забрать бы. Нет, смф против. И пошел выход. Смаки уже легли. И Смайк не смог стрелить никого абсолютно на раннем тайминге. 4 в 3 будет бомбу установлена сейчас. Нужно уже какой-то фраг делать через эти демы. Или хоть как-то там спине. Врыв, врыв. На КТ спаун. Бабский один килл. Но тут же ответочки от Кензора. И 2 в 2. Но не смог справиться с Бабский. Хорошо. Остался Смайк один. Знает инфу. Да. Всю. Абсолютно на карте. Разбирается с одним. А здесь все один на один можно и потащить. Так, там калаш. Китов нет. Ни у кого. Или в яме есть. Куда он пошел? Спрашивает. Спрашивает тиммейтов, где киты. Пошел, подобрал авик. Нет, это калаш. Нет, авик. ВП. Будет пытаться на ВП сейчас байтить. Там выйдет ли сейчас противник. Он выходит. В тот момент, когда не отпустил Е и пытаешься стрелять. Не понимаешь, почему не работает у меня девайс. Что-то, что-то пошло не так. Что-то, что-то. Вот это четко подмечено. 15-11. 15-11. И тут уже подкрадываются Undefined к этим самым овертаймам сейчас. Потому что они если выиграют еще один раунд 15-12. Там разница 3 раунда. И все мы понимаем, раунд за 2 фактически все время отыгрывается для простого. Абсолютно все время. Ну, может быть, за исключением самых последних. Там уже можно будет форсить под конец постоянно. Потому что, ну, нужно рисковать. Если хочешь выигрывать, то не рискует, тот не побеждает в CSGO, как известно. Кстати говоря, просто я напомню, что и против форсов играли овертаймы. Причем целых три пачки на карте до Мираж. Да, здесь мы можем увидеть повторение подобного сценария. На самом деле сценарий той игры был очень захватывающим, интересным. Неужели бабские дадут заставить бомбу? Что? Просто открытая КТ, два игрока там находились. Он, причем, еще спиной к ним повернулся. Такое ощущение, что прям красовался. Ребят, мне фиолетово. Да, что здесь происходит в итоге. Ну, да, три пистолета осталось. Может, кого-то отстрелят. Но экономика, знаешь, уже для Undefined вообще никакой роли практически не играет. Так, ну, здесь, соответственно, не знаю. Просто на ретейк, конечно, могут сходить, но здесь ничего, кроме смертушки своей, они не сыщут. Да, Ларич уже с Кензором. Глубоко на теспауне и выходить куда-то не собираются. А, сейв через теспаун, на Defined осуществляют. Так, ну, все-таки, ну, вот за сейвят, опять погибает от взрыва. Но, тем не менее, Кензор хоть армор перенесет. Ну, кстати, ну, как бы, да, да, все в порядке. Бай будет у команды Pro100. Ну, 15-12, то, о чем мы говорим, раунд за два все время для команды Pro100. Так что, ну, даже, знаешь, со стороны команд защиты, сейчас они, если раунд проигрывают, им придется играть экономически, отдавать противника 14, и там уже последний шанс при счете 15-14 будет для Pro100. А там уже и дальше овертаймы могут начаться. Овертаймы стучатся к нам на порог, и они сейчас... Ой-ой-ой, помогут поступить. Действительно, хороший Молотов залетает от зоны. Или там еще и прострелы. Не-нет-нет-нет-нет, немножечко только щекотали там Боропа, но он отделался легким испугом. Просто по такой Молотов, я думаю, что все-таки какой-то пуш поступит, но его не поступило. Хаешку в ответ здесь с флешкой откидывает Краш, но никакого выхода вообще нету здесь на Defined. Вообще ничто не предвещало его. Ну, и Краш здесь протратил все свои гранаты, ну, ни на что. Фактически оставили здесь бабски в соло. Он контролит всяческие действия от него, и он может спокойненько здесь разводить соперника на какие-то ошибки. Или нет. Или это дабл фейк, и потом они будут уходить на Б, втроем раскинув А. Вау! Как все сложно. Сейчас подумают просто то, что это будет выход в Б, все-таки по таймеру, перетянутся, да, потом здесь будут смоки, они все еще здесь останутся, и в итоге... Эти датчане любят смотреть раунды других датчан из Астралис. Этот раунд они частенько любят играть. Так что посмотрим, что здесь произойдет. Два хороших минуса уже в приемочке. Просто готовы выходить на Денюк. Они уже нарисовали себе планы игры на следующую карту, но рано. Краш погибает, и можно выходить в сайт. Краш только что, по-моему, не Краш, а вернее, Хюндон сжег, по-моему, эти планы только что, которые рисовали себе про стон. По крайней мере, еще не все потеряно. 4 в 3 выход на ретейк. Одна флешка. Если это про стону, да, одна флешка, одна у Смайка. Смайк, в свою очередь, находится в кухне. Где-то оттуда, скорее всего, ее и выдаст. Выдать ее из кухни грамотно будет очень сложно. По крайней мере, так, чтобы она ослепила больше. Есть игроков. Но постараются открываться в троем через шорт. Этого могут не ожидать ребята из Дании. Здесь деф уже все глубже, все ближе в пленту. And Kilda слышит с тиммейтом, как там по шорту продвигается. Молотов есть, Молотов сейчас нужно откидывать. Так, открытие, и фашина. Игрок есть все еще там. В итоге остается в живых все еще здесь. Хюден. Стоп. Стоп, бомба дотикает все сильнее. Так, все, 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 раунд выиграет. Можно считать. Идки вот это прекрасно понимают. На отходе убегает Афларич. Просто ай-яй-яй. Кричит те самые слова. И взрывается вместе с бомбой на сайте. 15-13. Ах, как же тяжело. Как же тяжело просто сейчас. Сколько можно тап открыть? Я уже сбился. Еще сколько раунд подряд там undefined. Много. Ого. 6 к ряду, еще до этого 3. Да. Немножко счет размочили, конечно, просто, но тем не менее. Теперь опять пистолеты. И здесь, ну, undefined все-таки знают экономику соперника. Как-никак. Будет действовать наверняка. Да, знают, но при этом действительно наверняка лучше действовать в каждом раунде, потому что, ну, права на ошибку у них нет. А еще и если они вернутся в эту встречу и выйдут на доп, и там еще нужно будет играть очень жестко, чтобы не дать сопернику выйти на денюк. Потому что на денюке у них шансов меньше, чем на любой из других. Даже молотов в подвале тратят на, по сути, нычку, которая проверяется. Да, деньги есть. Бабки не проблема, как говорится. В этом плане они должны вот прям все тратить в каждом раунде. Потому что, ну, ты умираешь с гранатами, ты плохой игрок. Так, проход в троем парапет. Здесь в упоре, кстати говоря, Дезерт Игл. Кензер здесь в горном одиночестве за Кэтфолком стоит. И здесь, по-моему, сейчас его разнесут в клочья вообще. Там только на шифте по-дому они будут выходить. Получие чутье работает у Кензера. Он отходит подальше, но он достал лишь один килл. Но, в любом случае, его тиммейты еще могут подобрать. Здесь калаш какой-нибудь выпавший уже. Но здесь СМФ подбирает трофейный авикс своего тиммейта. Говорит, я лучше справлюсь смотреть. Ковры, по-моему, в апартаменты там лезет, по-моему, сейчас Борупа. Будет контролить выход отсюда. Но тут здесь два пистолета с первым армором. По идее, головы должны будут лететь на раз-два, как и орешки. Или нет. Боруп. Первая полетела. Вторая полетела тоже. Найс. Ну, ты был прав. Ты выиграл. Держи сотку. Шучу нет. Но, блин. Битас 14. Ну что ж, овертаймы близки уже. Прям вот совсем близко. Либо эта карта Денюк сейчас, либо это овертаймы. И потенциально, возможно, же Барди. Если сейчас Undefined проигрывают эту карту с учетом 16-14, там, наверное, будет такой вот... Не то чтобы флейм в Тимспике. Они уже который час играют. Они уже сыграли две невероятно тягомотные карты против соперников из Швеции, где проиграли без шансов. Здесь, если они вот сейчас проиграют вот эту карту, ну, прям, будет очень обидно. Да, так, Смайк тут на центре. Опасная позиция, ее просто нашили. Посмотрел на флешку и в итоге погиб только от ее вида. Да, но здесь СМФ. Может найти голову дефа. Если тот ошибется, он прекрасно понимает, что ошибаться не нужно. И уходит. Будет уже 2-2 играть. Сейчас команда Pro Stone. И в свою очередь в пятером Undefined. Могут в любую секунду собраться. С плитом зайти просто со всех сторон. Как уже обжать какой-нибудь из плентов и задушить своих соперников из Украины. Ой-ой, да здесь 2 шор сейчас будет работать. Вообще, еще и на коннекторе 2 игрока. Они очень жестко собираются зажать центр под флешку. Выпад все-таки состоялся. Но все размены в пользу команды Undefined. Ухороны. По всей видимости, да. Если только сейчас... Ну, нет, никого не найдет здесь Кензер. Нет, могут обнаружить СМФ, но этого будет недостаточно. Да, там уже бомба постепенно сушит. Как же медленно играют датчани. СМФ меняет позицию. Сейчас уходит налево. На самом деле, здесь его могут не ждать. Краш выцеливает. Коннектор. СМФ открывается с другой стороны. Видит обоих. Говорит, ребята, пошли. Быстрее. Я вижу их. Я держу их на себе. Никуда они не денутся от меня, родненькие. Ой-ой, увидел еще и ствол. Погиб все-таки от Краша. Это интересно. В итоге бомба поставили 3 в 2 ситуация. Причем СВП будет выходить на ретейк. Сейчас команда простой. Скорее всего, давай с ним сменят. Кензер должен менять. Тут еще один молотов есть. Его также можно закинуть на коннектор. Ой, оппозиция. В Бороба, Бороб. Я уже думал, в спину пойдет. Нет, он будет просто стоять джангл смотреть. Но он зайдет, скорее всего, через окно сейчас в спину. И это самая проблема для простой сейчас. Потому что его позиция не читается. Просто он делает первый минус. И там уже второго должны забирать его тиммейт. Это овертайм, дорогие друзья. На карте Демираж. На пике команды про 100. Да, Undefined совершают невероятный камбэк. Сколько получается? 10? 10? 10? 11? Они 11 раундов отыграли. 11-4. У нас кончилась первая половина. Потом они проиграли. По-моему, только... Первые 5. Да, первую трешку отдали. Потом сыграли 3. Отдали еще один. И потом, сколько? 10? Я, короче, уже не могу считать. Времени много. Очень много раундов отыграли сейчас Undefined. Нужно отдать им должное. В атаке они вернулись во встречу. Ну и очень много странных раундов отдавали просто. Да, но надеемся, что команда подкрепится сейчас морально, силой духа. Я не знаю, чем-то еще. И все-таки на овертаймах покажут свой максимум. Именно просто, потому что они, в свою очередь... Но один раунд, и там сверху 8. Ну, друзья, нельзя так карты отдавать. Вот это уже перебор, по-моему. Да, на самом деле сейчас просто у них и так немножко в командном взаимодействии все не очень клеилось в последнее время. Но после такого камбэка от Undefined они могут в этом плане рассыпаться очень серьезно. Да, там, конечно, ребят будут подавлены, потому что они вылетят с этих квалификаций и все, опять возвращение на... Отдав такой камбэк вылететь. Это просто как молотом по голове. Скорее всего, да. Потому что, ну, другие ассоциации я тоже подобрать не могу. И в целом... Не знаю, страшно мне, короче. Просто я не знаю просто, что еще сказать. Но действительно просто в шатком положении сейчас очень. Говорю я о том, что просто могут пройти через нижнюю сетку. Есть у них все шансы. Они отдали, ну, очень много раундов на первой карте. Потом пытались вернуться. Но и то, там на огромных ошибках от Датчана они возвращались здесь. Датчане, в свою очередь, вернулись на ошибках от Pro100 и могут 2-0 закрыть встречу на допах. Но если они проиграют на допах эту карту, у них будет очень тяжелый и долгий игровой день. Да, там еще и нюк, на котором Pro100, в принципе, неплохо играют. А там все от ножей будет зависеть. Да, и, в принципе, там уже будет видно, что да как будет происходить. Ну, и пока что тут последнее приготовление игроков к овертаймам, который мы увидим с минуты на минуту. Да, но и Хюнден, на самом деле, не так уж и много убивает. Ну, это понятно, он довольно олдскульный игрок, 26 лет парню. Ну, и, собственно, IGL команды ведет ее за собой вперед, нашифровывает какие-то тактики. На самом деле, его работу видно, как минимум в этом камбэке. Чтение позиций соперника, чтение укреплений различных было от него просто замечательным. Ну, и не стоит убавлять заслуг, например, того же Бабски, который раз за разом оформляет огромное количество киллов. Но вот Бороб, несмотря на то, что 25 фрагов от него поступает, мы его не так часто отмечаем. Да, кстати говоря, но просто мы видим Бабски, его игру все время, ну, по крайней мере, когда вот он делает какие-то хайлайты, мы именно от его лица это наблюдаем, как он работал там и в уши Пелоса, и под коврами он там трижды или четырежды стоял, и все время результативно отыгрывал. И на дефолте, в принципе, тоже справлялся со своей позицией. Дэв просит одну минуточку. Подождем, ладно, так и быть. Одну там минуточку. Undefined сегодня уже нормально. Четвертый час играют, если не пятый. Ну, четвертый. Ну, там перерыв был в час, но все равно. Очень такой насыщенный игровой день. То есть не праки, не тренировка, а именно вот конкретно очень-очень много игр у них. Да, ну и тут проверяем мы здоровье ребяток. Вот это мы видим очень хорошо. Отдыхает в южных странах. Все у него замечательно. Отчетки надел, лежит. Загорает. Ну, там, там же... А, ну да, здесь еще тень. В одежде. Главное, чтобы лицо не обгорело. Об этом он прекрасно позаботился. Главное, чтобы ручки загорели. Тогда можно на работе говорить всем, что ты... Ездил куда-то, летал. Да. Все, улетел. Уже неинтересно. Что-то у нас поплавило уже под... Какое уже идет у нас сейчас работа? Я не знаю. Минус, но два в уме. Ну, практически 10 уже часов эфира. Да, и, кстати говоря, дорогие друзья, с завтрашнего дня у нас стартует MakeMyBet челлендж. Челлендж среди всех комментаторов на нашей студии. Будем, начиная с банка 100 евро, на сайте MakeMyBet делать ставочки. И посмотрим, кто из них у нас самый, самый, самый. Да, будем наши ставки в социальных сетях всячески освещать. Соответственно, в этом паре, в этом челлендже будем выяснять, кто же все-таки самый лучший аналитик, кто же лучший в понимании игры, понимании исходов матчей, различных других вещей. То есть на MakeMyBet можно делать ставки и на бомбы, и на ножи, на количество раундов, на много-много-много всего остального. Ну и кто-то может найти для себя лазеечку, ставить на какие-то команды на пистолетках, выгадывая, знаете ли, определенные моменты. И вы, дорогие друзья, можете подключиться к нам в этом челлендже, участвовать тоже в нем в социальных сетях. По хэштегу MakeMyBet в нем можно будет участвовать, но подробнее можем завтра к этому вернуться, когда уже будем, собственно, свои результаты вам демонстрировать. А пока овертаймы! 16к! Да, 16к и МР3, слава богу. Вот, благо, отошли от этого МР5, потому что это кошмар полный был. И кольт выкинули просто мертвым грузом на базе, не нужно нам денег много, бабки не проблема. Так, хотя на первом раунде это странно, но вообще большинство случаев, знаешь, там АВП возьмут себе пару штук, и на базе еще кольты остаются деньги, если на последний раунд первой половины. Кстати говоря, сейчас уже от Смайка есть антрефраг по вражескому снайперу. Да, эндкилд немного переагрессировал, понимает, что у них есть еще раунд. Ой, ой! Как больно. Я аж чуть ли не заклепнул сейчас на такой боли, флешка, краш-выход и минус краш, на удивление. Кстати говоря, бомбы вообще здесь под ногами у Кензора, Кензор здесь вообще уже даблкил оформляет, горит и погибает уже. Вот что-то от Хюндена, 3 в 2, но при этом не дадут выйти. Скорее всего, что Смайк, вот это фрик жестко переводится на бабского, на бабского переводится, забирает его, Хюнден последний, его еще спин начинает жать. Да, ну, Хюнден, конечно, не справляется с такой сложной ситуацией. Отлично отыграл Кензор в приемке, Смайк также очень знатно, вот здесь фликом, вот сейчас, сука идет сюда. Причем по звуку, скорее всего, ориентировался, ну, то, что стрелять он начал противник его раньше. Конечно, ну и, знаешь, вот эти профессионалы, они всегда знают, куда стрелять, они же профессионалы. Да, на то они и профессионалы. Ну и что, продолжают просто 2 ВП отыгрывать пока что, пока из них не выбили их, собственно, да и, в принципе, в следующем раунде, да, здесь проиграет, конечно, сыграет, скорее всего, с одним ВП, даже несмотря на то, что деньги имеются на покупку двух. Ну и ВП в атаке пока что первым не погибает, что примечательно, и вообще там уходил куда-то на центр, на контроль коннектор по сей день, и он келдос стоит. Смайк явно намерен здесь не дать сыграть пареньку под никнеймом Бабски, который через яму старается аккуратненько продвигаться. На самом деле его здесь не заметили, может высадиться слева, но там его услышит Смайк. Ну, 2 ВП в защите, конечно, хороший стап, но при этом, если вы убираете пару рифлеров с этой доски шахматной, то он будет проще. Фларич, хороший минус, тут же Смайк еще одного забирает, и просто явно намерены выходить на денюк. Судя по всему, да, потому что шелезобетон, после такой короткой паузы, пик с двух сторон, фактически это коннектор, бедняк, зажали, в итоге здесь все еще живой. Откилда заберет, Лита смог сделать минус, но его тиммейт уже погиб. В итоге откилда остается 1-3, прыжок, и прыжки, а нет, это никак скаут. В прыжке ВП не работает, но только от Кулдзера, если что. Да, там специально уже нужно допинг принимать, я не знаю, просто, ну, такое слишком жестко было бы выдать. Да, 4 тако каждый день, отрачиваем бороду, надеваем синие футболки, и в прыжках с ВП тогда можно попадать, только при выполнении этих условий. Неплохой допинг, 4 тако. Главное не переборщить, то потом можно будет не слезть с компьютерного кресла. Ну что ж, последний раунд, первых овертаймов, первая половина овертаймов сейчас, и, ну, Undefine по-хорошему хотя бы один раунд в атаке взять. Обязательно. Потому что просто то, в свою очередь, раунд в атаке-то точно возьмут. Забрали уже на Дельпане Фларича, можно ставить бомбу, ну и на ретейк идти, опять же, с двумя ВП, я говорил об этом ранее, будет очень сложно, Кензор должен делать свой пейков на КТ-спауне, и, судя по всему, он там заметил Бабски, но Бабски просто своей жизнью. Посмотри, просто всю хелпу закрыли с маками, дымами, молотой, с флешками, все-все-все туда просто идет. Ай, ай, Деф горит, горит, убегает, крашу уже забрали. Два ВП на ретейке, это большая проблема. Закидываются флешки, закидываются гранаты в ответ раз за разом от Датчан, на самом деле отличная работа именно в гранатометании. Нужно забирать как минимум кого-нибудь, нет, не справляется, но бомба пищит все сильнее, нужно выдвигаться на этот ретейк, погибает еще один игрок, Кензор вместе с Дефом. Кензор остается последним без шансов. Бум! Ты заметил, сколько Кензор стоял возле кухни, ждал, пока с КТ его игрок пикнет? Почему они выживают после взрыва? Что это за... Читы? Не знаю, ладно, не важно, да, там вот прям, ну, эти гранаты от Датчан на... Так они зашли на сухую, то есть они два смака дали только в хелпу и все, а там уже дальше КТ задавили сходу. Да, не справился Фарич в приемке в начале раунда, ну и дальше просто гранаты все полетели на приемку хелпы коннектора. Ну что ж, 17-16, дорогие друзья, в Дефе. Правда, что одна же другая команда взяла предельно мало раундов, так что сейчас, судя по такой тенденции, в принципе, можно обратить внимание на то, что просто больше шансов выйти на карту Денюк. Намного больше. Посмотрим. Undefined закупается с одним снайперским девайсом, четыре кальта к нему прилагаются, все играют с китами, ну и в атаке мы видим похожий вариант, только без кусачек. Пошел Кензор, полетел под ковры, но там ожидаемо, скорее всего, аркада будет в стороне соперник, потому что уже не раз это и делали, Undefined, и причем на овертайм их противники. Да-да-да, там сейчас будет столкновение, эндкил должен оформлять килл, обязан, но не попадает в более закрытую позицию. На самом деле вот здесь его Кензор может не ожидать, но эндкилд с дрейфи ушел. А вот, кстати говоря, тот самый раунд простой. Два миддл, два подвал, и выход через коннектор будет. Здесь главное уже Хюндуну отработать на все 100. Но там молотов, а нет, там в другое место упал куда-то. А, просто на сайта прогорает. Нужно будет отыгрывать против Шарта очень хорошо ребятам из Просто, Undefined, прошу прощения, читают, судя по всему, этот раунд, и очень много взоров устремлено именно на точку центральную в этой карте. Уже на джангл продвигается постепенно, Хюндун будет открываться оттуда, возможно, подсушку тиммейта, и укрепляет точку А. Четыре игрока будут стараться не дать все-таки просто выйти на сайт. Они догадываются то, что будет происходить далее. И Хлопа очень, очень близко. Тут коннектор фактически. Три игрока будут перекрывать. Такое вообще, ну, никак не прорвать должно, по идее, быть. Бобу выбили сходу. Баб спалился на своем стрейфе. Только три игрока осталось защитой, но какие размены не идут, они в пользу абсолютно датчанам. Энд Килд старается не выпустить Пелос. Он в соло остался, ну, и это, похоже, выход на маппоинты для ПРО-100. Энд Килд последний все-таки с АВП. Но смотри, как действует аккуратно здесь ПРО-100. 15 секунд, а бомба под шорт будет ставиться безопасно максимально. Так, отстрелить бомбкерри не вышло. Ну, и дальше он просто спалился, одного забирает. Но здесь, конечно, его зашивает. Все, маппоинты для ПРО-100. Они уже готовы на нюх выходить. У них все хорошо. Нужно лишь взять один раунд хотя бы. И левый выход на второй овертайм. В принципе, мы видели, кстати, Игорь, противостояние просто против Форс, когда там три раунда за атаку бралось с одной и с другой стороны. Так что здесь вообще может быть все что угодно. Да, но здесь за атаку-то как раз играют ПРО-100. Так что... И два ВП в атаке. Что интересно. Ну, могут себе позволить, даже если этот проиграет, ничего страшного. А с другой стороны, уверены в своей стрельбе, хотят быстрее уже закончить эти допы. Все-таки продвигаться на следующую карту. Не попадает Смайк уходить. Вот теперь переключается уже на шорт играть. А там смок неплохой. Правда, по таймингу Смайк здесь немножко прогадал. Мол, это в ладер. Но игрок-то... А, нет, даже не в ладер. Куда-то перед ладером упал. В итоге здесь просто не запушить свой смок в барупу. И он вынужден съездить дальше закрытую. Так, энд кьюл. Ай. Я думал, он выйдет сейчас из ковров. Это было бы очень странно. Но прицел, на самом деле, очень даже удачно удержал. Так, видел, видел, видел. Вау, хороший прям моментальный префайр идет по Смайку. Смайк уже погибает. Это, кстати, не два АВП в атаке было. Это свичник ТАВП был. На самом деле, хорошее решение от про 100. Кто-то по таймингу вышел, стрельнул. Ничего страшного. Вернулся, подобрал калаш. Я готов драться. Ну и поехали. Давайте посмотрим, насколько готовы драться про 100. Там зажим в точке бо будет с двух сторон. Через центр и ковры, и апартамент будет действовать здесь ребята из Украины. Ну и СМФ, вся надежда, машина горит. СМФ там сошили шорт. СМФ последний, этот порник, точки боя, также погибает. В итоге остается три игрока, но они уже будут играть фактически от ретейка. Если только сейчас Хюнзер даст минус по вам керри, бомба ушла в сайт. Но дальше второго закрывает тоже. Дефа никак не поджать. Здесь хотя бы полнота прогорает выход. Какой тайминг здесь был. Но в любом случае, краша, остается один. 27 секунд времени, ему нужно бомбу еще подобрать. А Бабский в спине. Бабский нагнетает обстановку. Он заходит все ближе и ближе. Находится к крашу. Видите, он ускорился, как так? Теперь придется открываться. Он попадает по голове и все-таки хоронит его. Как это вообще могло произойти? Что происходит на этой карте? У меня сил больше нет. Правда, это слишком сложно для понимания. Там истерика у людей уже здесь. Ты называешь истерику, Павел. Я? Да. Так, у нас подожди. Тут еще последний раунд овертаймов. Первых пока что. И, кстати говоря, он попал по СМФу. До таком-то расстоянии. СМФу обидно. Я думал, он сейчас прям намерен леща ответного прописать за такие агрессивные действия в свою сторону. Так, здесь Бабский играет на своей любимой позиции. Но просто-то теперь уж точно должны не дать ему сделать ни одного фрага. Но теперь на 100%. Даже на 200, потому что туда все время взор был направлен еще и в основном времени. А тут еще и овертайминг, на которых предельно сконцентрированы абсолютно все игроки. Вообще похоже на тот самый раунд от Pro100. Четыре коннектора, один ПЭЛС. Этот раунд неплохо работает. Да, они, в принципе, тогда зашли и выиграли раунд. Флори Чистентри фраг. Уже неплохо. В окне голову не погибнет сейчас Хюнден. В хорошем, потому что молотов горит. Уходит все-таки живым. Но пострадал по ХП. Да, и уходит-то он под Б. Нет, 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 нет. Хюнден, ты же смотрел игры в Pro100. Ты же видел демки. Тебе нельзя так делать. Но есть еще надежда на Бабски. Бабски может и отстрелить практически всех игроков, выходящих на него. Проблема в том, что Кен Зор уж явно знает, куда ему нужно стрелять прямо в ту же секунду, как только он выйдет с Пэлоса. Да и контроль джангла есть. Скорее всего сейчас просто, да, разворачиваются вот в направлении ямы. Правда, там уже на КТ перебегают игроки. И да, втроем будут на точке А здесь находиться, правда, ХЛПа. Будет весьма долго СМФа. Выход под флешку. Уже Бабски услышал противника в коврах. Но забрали его тиммейта. Здесь Бабскому нужно делать один или два фрага просто-напросто прямо сейчас. Есть минус по бомб-керри. Дальше нужно двигаться, потому что его здесь зашли со всех сторон. Бабски погибает. Погибает также эндкил. До последней СМФ остается эта. Карта Денюк, скорее всего, прямо сейчас, как только забьют СМФа. 19-17. Овертаймы закончились. И это карта Денюк, дорогие друзья, которая уже вот-вот скоро начнется. А на нее вы уже можете делать ставки, в принципе, на другие игры. 18-киберспортивный дисплей.